Сегодня 10 лет со дня убийства Станислава Маркелова и Насте Бабуровой в Москве. Убийство, совершенное неонацистами, они за это осуждены, отбывают срок. И собрались для того, чтобы положить цветы к памятнику жертвам политических репрессий и вспомнить о том, что политические репрессии продолжаются. Есть политзаключенные, есть пытки, есть преследование людей по политическим мотивам. И поскольку никакой ни митинг, ни шествия не согласован, то мы просто пройдем к этому памятнику и возложим там цветы. Пришли люди подсидеть память тех, кто преследуется и отвергается путям в тюрьмах. И не только в тюрьмах, а и сделаешь. Проблема фашистского насилия меня очень возмущает. И несмотря на то, где это происходит в Кремлане или в России или в Бразилии. Думаю, что надо это понимать. Почему мы здесь? Потому что в России процветают пытки и политические репрессии. Мы не можем не вспомнить о ребятах из Пензы и Санкт-Петербурга, которые арестованы по субрикованному делу сети, которых пытали, которых избивали, которых били электрическим током, добиваясь признательных показаний. Эти люди, эти антифашисты, они по-прежнему за решеткой. Никто не наказан за эти пытки, которые были доказаны и зафиксированы. Десятая годовщина. Сегодня убийство Санислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Я принадлежу, наверное, старшей части участников этого мероприятия. И я в последние годы жизни Санислава Маркелова был с ним лично знаком. И, на мой взгляд, это очень важная фигура для нашего временной киржи. Санислава Маркелова часто вспоминают, поскольку он был убит нацистами, как человека, который противостоял российским неонацистам. Но его деятельность к этому совершенно не сводилась. Янислав Маркелов, как адвокат, защищал рабочих и профсоюзных активистов, защищал социальных активистов, тех же химков. Он защищал людей, пострадавших от произвола силовых структур на Северном Кавказе во время Чеченской войны и после Чеченской войны. Все эти темы, может быть, в измененном виде, но сохраняют свою актуальность. Каждый год мы видим новые преступления на почве ненависти. Каждый год мы видим перерождение демократических движений, националистическое, реакционное. Каждый год мы видим новые примеры пропаганды националистической со стороны авторитарных режимов, которая способствует легитимности в условиях всеобщего обмещания. И поэтому каждый год эта дата остается актуальной, и мы помним и будем бороться. На сегодняшний день многим лозунги антифашистов представляются малоактуальными, но это на самом деле неверно, потому что процесс фашизации современного российского государства идет полным ходом, он зашел уже достаточно далеко. И вот этот процесс сращения низовых маргинальных неонацистских группировок, применяющих прямое насилие в отношении мигрантов и проповедующих сенатурские идеи с властными структурами, он и является яркой иллюстрацией вот этой постепенной фашизации. Я бы хотел, чтобы впредь мы все-таки действовали, ну, хотя бы немножко более смело. И именно поэтому я не совсем согласен с основным лозунгом этих памятных мероприятий. Помнить значит бороться. Нет. Я считаю, что все как раз наоборот. Бороться значит помнить.